Юбилей главного документа страны. Конституция России отмечает 25-летие. Долгожданный ремонт завершен. Крымско-татарский музей принял первых посетителей. Современные и удобные для Симферополя купили новые автобусы. Сплошные отговорки, почему в селе Белоглинка Симферопольского района не решают проблему с транспортом. Долгие ожидания. В селе Генеральское возле Алушты уже на протяжении 8 лет строят мечеть. Строительство продолжится. Две семьи из Джанкойского района получили материальную помощь на достройку жилья. Об этом и не только в течение нашего выпуска. Неделя началась с памятных дат. Марш живых прошел в Симферополе в понедельник. Горожане и гости столицы почтили память жертв массовых расстрелов немецко-фашистскими захватчиками мирного населения Крыма. В столице с утра прошло траурное шествие. Участники собрались на пересечении улиц Гоголя и Пушкина. Именно здесь когда-то собирали жертв нацизма. Горожане возложили цветы к мемориальной доске и прочитали молитву. После прошли колонны от Центрального музея Тавриды до конца пешеходной части улицы Пушкина. В конце маршрута были поставлены свечи на подиум возле стенда памяти «Холокост в Крыму». Сегодня память евреев и крымчаков – жертв нацизма. В 1941 году было расстреляно большое количество людей. И сегодня, несмотря на эту погоду, мы проводим уже второй раз акцию «Марш живых». То есть назидание молодежи, чтобы все знали и помнили. Памятное мероприятие прошло и на 10-м километре Феодосийского шоссе. Началось оно с молитв представителей трех конфессий. Именно в этом месте 11 декабря 1941-го фашисты расстреляли тысячи жителей полуострова еврейской и крымчакской национальностей. Расстрелы продолжались несколько дней. Общее число жертв составило 219 604 человека. Представители власти республики, религиозные и общественные деятели возложили цветы у мемориала и напомнили пришедшим о страшной трагедии. В 1941 году, наверное, никто не зажигал свечи, потому что просто некому было зажигать, никто не остался. И казалось, что тьма победила, потому что праздник Ханука – это праздник света, а тут, наверное, в Симферополе никто не остался, который зажигал мемору. В среду вся страна отметила День Конституции Российской Федерации. В этом году главному документу государства исполнилось 25 лет. Медали, почетные грамоты, благодарности от президента России. Именно так 12 декабря в честь праздника наградили крымчан за профессионализм и их вклад в развитие полуострова. Награды вручал лично глава Крыма Сергей Аксенов. Состоялось и вручение первых паспортов 14-летним гражданам страны. На мероприятие побывала наш корреспондент Айша Шулакова. За активное участие в общественной политической жизни российского общества. Президент Крымского инженерно-педагогического университета Февзи Акубов уже является почетным гражданином Крыма. Вот и сегодня копилка его наград пополнилась высшей благодарностью, но уже от президента страны. По статусу она приравнивается к государственной награде. Февзи Акубова – это наш патриарх, почетный гражданин Крыма. И на самом деле очень многое сделано для того, чтобы российский Крым развивался успешно. Молодые люди получали хорошее образование. Вот с большим уважением заслужена награда. Спасибо большое. Для самого Февзи Акубова эта награда особенно ценна. Она придаст ему сил и вдохновит на новые достижения. Спасибо нашему президенту. На сегодня он является одним из сильнейших лидеров. При этом он остается простым человеком. Все они – герои сегодняшнего дня. Лучшие из лучших каждый в своем деле. В зале собрались все те, кем по праву может гордиться полуостров. Выдающиеся медики, экономисты, педагоги, спортсмены, артисты, общественники. Всего вручили 24 награды. Вручились за добросовестный труд. И, честно говоря, не ожидала столь высокой оценки моей работы. И очень благодарна руководству и всем, кто оценил. А вот артист Крымско-Татарского государственного академического музыкально-драматического театра Асан Белялов за вклад в развитие культуры получил отличительный знак «Часы от главы Крыма». После воссоединения Крыма с Россией открылась новая страница в истории полуострова. Уже в пятый раз крымчане вместе со всей страной отмечают День Конституции России. Для нас это символ нашей свободы, которую мы в 2014 году выбрали. В 2014 год выбор был вернуться на историческую родину. И сегодня мы живем по Конституции Российской Федерации. Также 12 девушек и юноши получили свои первые паспорта гражданина России. Они запомнят этот день навсегда. Для меня это гордость получить паспорт, особенно из рук главы Крыма. По традиции, в конце торжества гости смогли пообщаться с главой Крыма в неформальной обстановке. А еще Шулакова, Виталий Голубев, телеканал «Миллет». Завершился ремонт в Крымско-Татарском музее культурно-исторического наследия. Там на протяжении месяца шли кровельные работы. Первую выставку под названием «Творчество крымских художников начала 20 века» посетил и депутат Госдумы Руслан Бальбек. Подробности в следующем материале. Вот наши типичные, обращенные к солнцу или к морю, но все это прикрыто. И это тоже символично, вот этим вот буйством цветущей сирени. Экскурсия старшего научного сотрудника музея Шефики Абдурамановой – настоящее путешествие по необъятным и разнообразным просторам Крыма. Приблизиться к нетронутым местам, полюбоваться пейзажами – все это становится возможным, не покидая центра столицы. Но она вот еще чувствует, что вот где-то что-то она вот до конца не дошла. И поэтому мы видим. Для Крымско-Атарского музея это особенная выставка. Пейзажи из фондов музея впервые экспонируются в выставочном комплексе в единстве. Как всегда, потрясенно впечатлен выставкой художников. Очень интересно было увидеть Крым глазами разных художников наряду с классиками крымско-татарских художников. Конечно же, потрясает то, каким образом художники видели проникновенную глубину Крыма, его душу. Этой выставки могло и не быть, ведь долгие годы ремонт в помещениях не проводился. Крыша протекала в нескольких местах. Воду приходилось собирать ведрами прямо в залах, где были представлены экспозиции. В результате под угрозой уничтожения оказывалось большинство шедевров. С этой проблемой руководство музея обратилось к депутату Государственной Думы Руслану Бальбеку. Он же, в свою очередь, к предпринимателям. Меценатом выступила строительная компания «Монолит». Она в течение месяца проводила кровельные работы и сдала объект в срок до открытия выставки, за что и получила тёплые слова и памятные подарки от коллектива музея. При издании этого каталога также нам оказали поддержку. И вот здесь мы это тоже не забыли и запечатлели. Поэтому ещё раз благодарю вас. Более 50 работ художников начала 20 века подчеркнули неповторимость взгляда мастеров. Каждый из них при создании природного этнического своеобразия Крыма использовал свои средства. Именно поэтому творчество живописцев самобытно объединяет их лишь одно – любовь к родному полуострову. Теперь выставочному залу ничего не грозит. А это значит, что в ближайшее время в музее состоятся и другие экспозиции. Наджи Исаева, Алишер Алимов, телеканал «Миллет». В ночь со среды на четверг в Белогорском районе сгорел дом. Возгорание произошло в результате перепада напряжения. В доме находилась пожилая супружеская пара. Пожар уничтожил практически всё имущество. Султаней Ситакаева расскажет подробности трагедии. Именно в этой комнате началось возгорание. За считанные минуты дом был полностью объят пламенем. Пожар уничтожил всё имущество. Ничего не уцелело. И даже сейчас дом до сих пор продолжает тлеть. Зухра Хакимова со слезами на глазах вспоминает минувшую ночь. В 4 часа утра она проснулась от странного шума. Сначала подумала, что идёт дождь с градом. Но потом почувствовала запах дыма. Решила посмотреть. Отвернула занавеску, дым идёт. Не знаю, откуда всё началось. Разбудила мужа. Он в одной пижаме пытался тушить огонь. Хозяин пытался как-то спасти часть дома. Тушил огонь. Но получил ожоги лица, спины и ног. Сейчас он находится в больнице. Зухре Хакимовой удалось выбраться из окна. После она начала звать на помощь сына и невестку. А вот спасателей удалось вызвать только на седьмой раз. Но когда огнеборцы прибыли на место, жилой дом уже практически был полностью уничтожен пламенем. Сгорело всё. Документы, деньги, техника и мебель. Пытаюсь. Сейчас бегаю, жду заключения от МЧС, пожарников. Потом собираемся документы какие-то восстановить на дом. И как-нибудь, если помощь будет, будем восстанавливать дом. Это хотя бы две комнаты, чтобы можно было жить. Вернувшись после ссылки, многодетная семья Хакимовых только возвели и полностью обустроили добротный дом. Но огонь не пощадил ничего. К счастью, во время пожара дома не было детей и внуков. Мы так мучились, строились. Четверо детей с речки носили ведрами воду. Мы заливали фундамент, работали, потихоньку всё покупали. 30 лет живём здесь и до сих пор стройка. Волонтёры, узнав о страшной трагедии, приехали поддержать пострадавших. В свою очередь, имам Белогорского района призвал всех неравнодушных оказать любую помощь. Я обращаюсь ко всем жителям. Призываю собраться и помочь нашему соотечественнику. Пусть каждый, насколько может, протянет руку помощи. Я думаю, в ближайшее время мы сможем помочь этой семье. Большая семья Хакимовых в один день осталась без крыши над головой. Сейчас шесть человек ютятся в холодной двухкомнатной времянке. Им просто необходима любая помощь неравнодушных людей. Леквизиты вы видите на своих экранах. Султаниеси Такаева, Магомед Нестуров, телеканал Миллет. От жилищной проблемы страдает и 94-летняя пенсионерка, ветеран труда Шикуре Султанова. Она вынуждена проводить старость в аварийном жилье. Крыша её так называемого дома в любую минуту может обрушиться прямо на голову. Жительница села Мазанка Симферопольского района уповает на помощь. Сабрия Лимова продолжит. Пусть сделают ремонт. Я ведь инвалид труда. У меня есть медали. Шикуре Битай пережила депортацию. Была узником концлагеря. Со слезами показывает свои пальцы на руках. Жалуется. Болят из-за бруцеллеза. 15 лет женщина прикована к постели. Сделать самостоятельно ремонт не может. Жить приходится в нечеловеческих условиях. Это строение сложно назвать домом. Все комнаты этого здания находятся в аварийном состоянии. Везде трещины, сырость, плесень. Воды в этом доме нет. Вот в таких условиях проживает участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, 94-летняя Шикуре Султанова. Дом был построен в далеких 50-х. Здесь она живет с 89-го года. Потеряла двух сыновей и мужа. Из-за болезни вынуждена зависеть от соцработников и родственников. Лежит и ждет. Кто же постучит в дверь, покормит и спросит, как ваше здоровье. А здоровья практически не осталось. Отсутствует зрение сломана шейка бедра. Одна радость – печка на дровах и угле. В доме очень сыро, когда идет дождь и снег. Три-четыре года назад обрушилась часть потолка. После этого от сильного ветра упали два сухих тополя на дом и разрушилась вся веранда. Племянница Мерзье Алиева предлагает бабушке переехать к ней в столицу. Однако она наотрез отказывается. Привыкла к хоть и разрушенному, но своему дому. Бабушка надеется, что отремонтировать дом поможет государство. Мерзье Ханум пояснила, для этого требуется привести все документы в порядок. Бумажная волокита затянулась надолго. Все мои действия, вот это все новые документы, все, что я делала, это вот. То есть, смотрите, получается, вы на протяжении года, да? Двух лет, какой там год? Я уже два года хожу. В этот нотариус я езжу в Мирловске. Из месяца в месяц Мерзье Ханум оббивает пороги госучреждений. Пока безрезультатно. Все, что необходимо – оформить свидетельство о праве собственности умершего Ахмета Султанова на его вдову Шикуре Султанову. Расхождение она, видите, тут как она указывает, что в купле-продаже написана одна вторая, часть он купил, а в этом зарегистрировано право собственности на 41 сотую долю. Вот у нее расхождение, она не знает, по какому документу ей выдавать право собственности. Шикуре Султанова надеется, что документы будут все-таки переоформлены, ее дом преобразится. И 95-летие ветеран труда встретит в достойных условиях. Сабрия Алимова, Эрвин Эмиралиев, Магомед Нестуров, Телеканал Миллет. Проблемы есть и в селе Белоглинка Симферопольского района. Там транспортное сообщение – наболевшая проблема. Уехать и вернуться в поселок крайне сложно. Здесь курсирует 79-й автобус, Белоглинка – центральный рынок, однако его график оставляет желать лучшего. С проблемой жители обратились к нам в редакцию. В ситуации разбиралась Айша Шулакова. – Выезд утром идет в 7.30, в 8.30, а вечером в 5 часов с рынка. Все. Транспортная изоляция – и это в нескольких километрах от Симферополя. Все потому, что через село Белоглинка 79-й автобус ездит нерегулярно. Если ранее на маршруте было две машины, и они ездили каждые полчаса, то сейчас ситуация крайне сложная. Работает только одна маршрутка, причем только по будням. Недавно сняли нам с 89-го маршрута маршрутку одну маленькую, которая бывает утром здесь три раза только. А потом ставят табличку 89-й и уехал опять на свой маршрут. 79-й автобус следует по маршруту Белоглинка – центральный рынок. Удобен тем, что проезжает через поселок Мирное село Белоглинку и вновь выезжает на Евпаторийское шоссе, как бы закольцовывая маршрут. Без него до ближайшей остановки на трассе приходится добираться пешком. Это более километра. Настоящее испытание не только для детей, но и пожилых людей. Я иду 40 минут. 40 минут туда пройти. И представьте, моя мама, которая 79 лет, сколько она будет идти на эту остановку. Путь до остановки не так далек, как сложен. Нет нормальных тротуаров, освещения, а ближе к Евпаторийскому шоссе и вовсе болото. Приходится, рискуя, идти вдоль оживленной трассы. Дорога здесь очень разбитая. Сейчас спасибо сделали, немножко расчистили этот тротуар. Но все равно здесь там внизу очень грязно. Раньше перевозчики отказывались работать на этом маршруте из-за разбитых дорог. Ямы и ухабы в Мирном через Белоглинку мог осилить только старый пазик. Сейчас же здесь полностью отремонтировали дороги. Казалось бы, нет преград, но транспорта по-прежнему не хватает. Когда вот там пробка, то почему-то все маршрутки через нас едут. И мы перейти дорогу не можем. Здесь как центральная улица становится. Значит, можно запускать автобус. Ничего проблематичного в трассе нашей нет. Тем более дорога отремонтирована. Люди, относящиеся о льготной категории, даже согласны платить за проезд. Лишь бы транспорт ездил регулярно. В Министерстве транспорта, отвечая на вопрос, почему в селе такая ситуация, рассказывают. Расписание 79-го маршрута было согласовано с администрацией Симферопольского района и Мирновским поселковым советом. Жителям сельского поселения необходимо обращаться непосредственно в администрацию, для того, чтобы она инициировала изменения в расписании движения автобуса. По согласованию с администрацией района, министерство готово будет изменить расписание на данный маршрут. Сколько времени понадобится, чтобы людей приняли в администрации и решили их вопрос, остается только гадать. Пока им приходится и дальше добираться до ближайшей остановки пешком, несмотря на погодные условия и темные улицы. Айши Шулакова, Магомед Несторов, телеканал Милет. В самой столице проблему с транспортом постепенно решают. В понедельник новые автобусы, купленные для Симферополя, вышли в первый рейс с 6 утра. 44 ляза из 50 закупленных курсировали по улицам города. Подробности в следующем сюжете. Симферополь получил 50 новых автобусов. 44 из них с сегодняшнего утра уже вышли по своим маршрутам. Новые, комфортные и вместительные. Ждали и дождались. Пассажирский транспорт купили в лизинг и распределили по востребованным маршрутам. Среди них номер 50, 67, 80 и 108. В первую очередь в большем количестве комфортабельные лязы получили маршруты, где недостаточно машин. Сегодня реанимируем мы 18 направлений. Но только в разном, наверное, ракурсе. У нас на пневматику добавляется 4 автобуса. На каждый из маршрутов добавляется по одному автобусу. Какие-то идут совместно. Где-то мы поставили один большой, три средних. Самое главное, что сегодня автобусы выходят на маршруты, где горожане ждали их час, полтора, а иногда не могли дождаться. Вынуждены были брать такси. По словам руководства города, сегодняшнее количество общественного транспорта недостаточное. Но положение приблизилось к норме. К тому же нельзя забывать и о комфорте. Новые лязы нравятся не только пассажирам, но и водителям. Очень хороший, удобный автобус. Я уже второй год на нем работаю. Мне нравится. Для горожан тоже, да, он нравится, потому что удобно заходить, выходить. Он свободнее, да, чем остальные автобусы. Решение закупить дополнительный транспорт было принято после того, как частные перевозчики не смогли выполнить необходимые требования. Например, обеспечить машины самым простым. Частотой в салоне. Возможно, оно и к лучшему. Единственный вопрос, смущающий симферопольцев, не усугубит ли крупногабаритный транспорт ситуацию с пробками. Хорошо, конечно. Только проблемы с пробками будут еще больше. Так? Хорошо. Программы по определению конечных остановок для удобства всех пассажиров и изменению движения транспорта в городе сегодня на стадии утверждения и со следующего года получат финансирование. На вопрос о росте стоимости проезда городские власти отвечают однозначно. Сначала нужно выстроить движение должным образом, а после говорить о цене за проезд. Энвера Блезис, Рамазан Алевапов, телеканал Миллет. Недалеко от Алушты в поселке Генеральская местные жители возводят мечеть. Строительство началось еще 8 лет назад и продолжается до сих пор. Общими усилиями сейчас проделана большая часть работы. Подробности знает Султаньеси Такаева. Строительные работы здесь проводят каждый день. Работают всего несколько человек. Уже возвели стены, накрыли крышу. Сейчас строители приступили к установке окон и дверей. Дальнейшее это электрика, шкатурка, шпаклевка, покраска. Сметулса, конечно, это подготовка территории, облагораживание. Строительство мечети продолжается уже 8 лет. Причина затяжных работ – недостаточное количество средств. С миру по нитке, можно сказать, собирают деньги. Помогают не только местные. Помощь оказывают и жители других регионов полуострова. Кто слышал, присоединялся. Кто-то привез столбики, кто-то привозит лес. Еще до депортации в поселке была мечеть. Но сейчас на этом месте стоит жилой дом. Долгие годы местные жители вынуждены были совершать намаз в соседнем поселке. Инициатор строительства Зики и Мустафаев надеются, что найдутся добрые люди, которые смогут помочь завершить все работы. И мечеть откроет свои двери уже совсем скоро. Султанисты Акаева, Алишер Алимов, Телеканал Миллет. В Крыму частично увеличится тариф на воду. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности министра ЖКХ Энвер Аблаев. Как к этому отнеслись крымчане, кто теперь будет платить больше и достаточно ли на сегодняшний день водных ресурсов. В Крыму выясняла наш корреспондент Севеля Меметова. В доме семьи Ибадлаевых проживает шесть человек. Проблем с подачей воды никогда не было. Пользуются льготным тарифом для реабилитированных граждан. Ежемесячно оплачивают полцены от стоимости. Но, несмотря на это, к воде относятся достаточно бережно. Воды достаточно хватает. У нас никогда не бывает перерасхода. Мы никогда не злоупотребляем. Каждая капля воды у нас на учете. Общий расход воды летом у нас где-то 15-20 кубов бывает. Огородов у нас как таково нет. Но деревья есть, цветочки. Это все тоже без воды не выживают они. Обязательно воду надо использовать. А зимой где-то 8-10 кубов нам вполне достаточно бывает. Уже с января правительство вводит дифференцированный тариф на воду. Что это значит? Предприятие «Вода Крым» нам объяснили. Цена повысится, но не для всех. Для тех, кто пользуется ресурсом экономно, цена будет даже ниже. 28 рублей, если потребитель будет использовать от 3 кубометров в месяц. Цена останется прежней для тех, кто использует от 3 до 5 кубометров. А вот крупную сумму придется отдать тем, кто в воде себя не ограничивает и тратит свыше 5 кубов. Для 85% потребителей, исходя из проведенного нами анализа, платежи за услуги водоснабжения снизятся. Введение данного тарифа дифференцированного, оно все-таки направлено на снижение потребления и экономию ресурсов. Временно исполняющий обязанности министра ЖКХ Инвер Аблаев уточнил. Повышение в основном коснется коммерческих потребителей, ательеров и владельцев арендного жилья. Мы провели четкий анализ. Мы сегодня понимаем, что порядка 60% населения как раз таки в том диапазоне, который применяется, понижающий тариф 0,8. То есть фактически люди сегодня выиграют от применения дифференцированного тарифа и будут платить меньше. А те люди, которые потребляют свыше 5 кубов, это порядка 16% населения республики. То есть мы их как раз таки будем стимулировать таким не очень жестким методом к возможности экономии водных ресурсов. Повышение – мера вынужденная. Хоть и воды в крымских водохранилищах достаточно, это позволит крымчанам более рационально использовать ресурс. Жителям республики Крым беспокоиться не о чем. На сегодняшний день одним из самых приоритетных вопросов как для руководства республики Крым, так и для руководства нашего предприятия является стабильное водоснабжение всех наших абонентов. Власти уверяют – воды хватит всем. Наша съемочная группа решила проверить эту информацию. Крымчанам не стоит беспокоиться. В городском водохранилище воды достаточно. Норма соблюдена. Уже несколько месяцев в столице идут дожди. А это говорит о том, что Симферопольское море, как его называют горожане, будет только пополняться. Севеля Меметова, Аким Бекиров, телеканал Миллет. Ламинат, отопление, плитка и другие строительные материалы смогут приобрести две семьи из Джанкойского района. Уркуметовы и Мамутовы получили единоразовую материальную помощь на завершение строительства своих домов. О непростых историях и о дальнейших планах расскажет София Шукурова. Житель села Победное Джанкойского района Делевер Уркуметов показывает комнату, где своей большой семьей пока вынужден жить. Вместе с родителями вернулся на родину в 1992 году. Говорит, это было самое трудное время для нашего народа. Вот приехали и начали строить родительский дом. Жили все вместе с моими братьями. Потом все женились. Я был вынужден строиться отдельно. Стройка продолжалась с 2000 года. Строить дом Делевер Ага начал в 2000. Тогда неплохо зарабатывал, но после аварии остался инвалидом. Теперь работать не может. Одной пенсии на содержание семьи и строительства дома не хватает. Завершить все работы помогло государство. Выделенная сумма хватит приобрести основную часть стройматериалов. Госкомнац выделил 209 тысяч рублей. Нам нужно купить гипсокартон, двери, ламинат, плитку. Сделать отопление. Для меня, пенсионера, получить такую помощь – это очень приятно. Уже на следующий год семья Уркуметовых планирует переехать в новый дом. Здесь будет две спальни, кухня и большой зал. А это уже многодетная семья Мамутовых. Более 20 лет назад началось строительство их жилья. Большое горе перечеркнуло все планы. Умер глава семьи. Женщина с трудом растила троих детей. Все это время Мамутовы проживали во времянке без условий. Недавно строительство дома возобновилось. Уже взрослые сыновья своими силами подняли стены и накрыли крышу. Но сделать все работы не позволяет финансовое положение. После обращения в Госкомнат семье выделили 310 тысяч рублей. Уже весной Али Механум планирует установить окна, двери и сделать полы. Большое спасибо Якубу. Выслушал нас, понял нашу проблему и нам помогли. Вы видите, здесь много работы. Постараемся сделать окна, двери и полы. И потом до стола я женю своих сыновей. В этом году по Джанкойскому району было всего две заявки на получение единоразовой материальной помощи на завершение индивидуального строительства. Эти семьи у нас, они уже с 90-х годов строятся, никак не могут достроиться. Вот выделили деньги, наконец-то они смогут завершить свое строительство и обустроить свою жизнь. Получить помощь могут лица из числа реабилитированных народов. Документы принимаются в отделе межнациональных отношений управления культурой и межнациональных отношений администрации вашего города или района. София Шукурова, Иван Евдокимов, телеканал Миллет. Региональный центр народных ремесел Орнек получил грантовую поддержку. Данную помощь оказал Госкомнац. Что приобрел центр и какие возможности появились у мастеров, знает Наджи Ейсаева. Мастерская – это поистине уютный уголок и мир чудес. Ведь что еще, как не чудеса, создают ремесленники. Небольшой дружный коллектив региональный центр народных ремесел Орнек как раз из такой когорты. Сами творят и открывают имена новых умельцев. Теперь же с появлением нового оборудования возможности у этой команды хоть отбавляй. Я вчера отправила в школу объявление о том, что сегодня проходит. Вы видите, что у нас сегодня уже здесь есть родители с детьми, которые пришли и спрашивают, когда будет занятие. То есть, я хочу сказать, что это востребовано. Точно так же, как и взрослые. Каждый день здесь хотят, чтобы это все работало. Такой подарок организация получила благодаря районной администрации, Государственному комитету по межнациональным отношениям депортированных граждан. Они своевременно поддержали государственный проект возрождения оказания помощи прикладному искусству. Теперь Орнек богат новыми ткацкими станками и гончарным кругом. Я сегодня убеждаюсь, что эта идея была очень интересная. И сейчас, когда я стал сам причастен к этой процессе, думаю, что представляю, как настоящие мастера чувствуют. Галина Богданова – мастер с большой буквы. Неоднократный призер как региональных, так и всероссийских конкурсов. Занимается кружевоплетением на коклюшках уже более 10 лет. Также не первый год ткачеством поясов. И уже третий день работает за новым станком в новом направлении. Я уже сказала, что это ремески, и на них вот эти нитчинки, потому что это уже усовершенствованный, современный. В старинных ткацких станках здесь это делали с помощью ниточек. То есть определенным способом ниточки натягивали и пропускали вот здесь там. Ну, мне сейчас трудно показать, что они там в серединке, нитки пройдет. Да, это уже современный, очень хороший станок, сказочный, хороший. Станки новые, но техника та же. Нажимаешь на поножи, нити расходятся. В основе образуется зев. Через него пробрасывается челнок с нитью. Затем резким движением бёрды, пластинки наподобие гребешка, прибивается нить. Благодаря всем этим операциям в орнамент вплетается всего одно красное волокно. Честно говоря, напряжение в руках куновичка-гитариста, который пытается прижать пальцами грифы все струны. Но комбинация не так уж проста, поэтому требует времени. Мастера данного центра работают в различных техниках и направлениях декоративно-прикладного творчества. Это и кружевоплетение, и интерьерные куклы, и гончарное дело, и вышивка. Изделия из кожи, шерсти, керамики и многое другое. Обучить тому, что умеют сами, готовы всегда. Проводят мастер-классы как для детей, так и для взрослых. Наджи Исаева, Рамазан Оливапов, телеканал Миллет. Такими были события. Желаем вам продуктивной предстоящей недели. Приятного вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин